Беседа 10. Матфея 3.1. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Какие это дни? По свидетельству святого Луки, Иоанн пришел не в те дни, когда Иисус был еще отроком и возвратился в Назарет, но по прошествии тридцати лет. Как же сказано здесь в те дни? В Писании весьма часто употребляется такой образ речи, когда говорится не только о таких происшествиях, которые непосредственно следовали друг за другом, но и о таких, которые были по истечении многих лет. Так, когда ученики приступили к Иисусу, сидевшему на горе Илеонской, и желали узнать от Него и об Его пришествии, и о разрушении Иерусалима, а вы знаете, какое расстояние времени между этими двумя событиями. Тогда он, кончивший речь о разорении иудейской столицы, переходя к концу мира, присоокупил «тогда это будет», словом «тогда» он не смешивал времена, но означал только то время, в которое произойдет кончина мира. Точно так же употреблены и здесь слова «в те дни». Евангелист указывает этими словами не на те дни, которые непосредственно следовали, но на те, в которые должно было случиться то, о чем он намеревался говорить. Но почему, скажете, Иисус пришел креститься спустя 30 лет? Потому что после этого крещения ему надлежало уже упразднить закон. Чтобы не сказал кто-нибудь, что он потому отменяет закон, что не мог исполнить его, он во всей точности исполнял его во все продолжение того возраста, который обыкновенно способен ко всяким грехам. Не во всякое ведь время все страсти действуют в нас, но в раннем возрасте обыкновенно бывает больше неразумия и малодушия, в последующем сильнее действует похоть, а далее, в следующем возрасте, любостяжание, потому что Христос, прошедший через все эти возрасты, и во всех их исполнив закон, тогда уже приходит к крещению, чем и заключил исполнение всех заповедей. А что крещение было последним из дел законных, выслушай его слова, ибо так подобает нам исполнить всякую правду. Смысл этих слов таков. Мы все, предписанное законом, исполнили, не приступили ни одной заповеди. И так как остается только одно крещение, то это нам должно присовокупить. И таким образом исполним всякую правду. Под правдой он разумеет здесь исполнение всех заповедей. Отсюда очевидно, для чего Христос приступил к крещению. Но почему вздумалось Иоанну крестить? По свидетельству святого Луки, евангелиста, не сам собой сын Захарий приступил к крещению, но по побуждению Божию был глагол Господень к нему. То есть повеление Божие ему. И сам Иоанн говорит, пославший меня крестить водой, тот сказал мне, на кого увидишь Духа, сходящего в виде голубя и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. Для чего же он послан совершать крещение? И это опять объясняет нам сам креститель, говоря, я не знал его, но доявится Израилю. Всего ради и пришел я крестить водою. Иоанн 1.31. Но если одна это причина, то как же евангелист Лука говорит, пришел в страну Иорданскую проповедуя крещение покаяния в оставлении грехов? Сказав, что Иоанн пришел, проповедуя крещение покаяния в пустыне иудейской, он присовокупил в отпущение, как бы говоря тем, он убеждал их к сознанию и покаянию в грехах, не для наказания их, но чтобы они удобнее получили отпущение, имевшее быть после. Если бы они не осудили самих себя, то не стали бы искать и милости, а не ищая ее, не удостоились бы отпущения грехов. Итак, крещение Иоаннова пролагало путь к другому, поэтому и сказано, да верует в грядущего за ним. Этими словами, кроме означенной нами, указывается еще и новая причина крещения. Неприлично было Иоанну обходить домы и, взявши Христа за руку, водить везде, говоря, веруйте в Него. Неприлично также было перед всеми мимоходящими возносить этот блаженный глаз и совершать все прочее. Потому и пришел он к крестителю. И уважение к крестителю и цель самого действия привлекало и призывало к Иордану всех жителей, так что здесь было великое собрание народа. Вот почему приходящих к нему он смиряет и убеждает не думать о себе много, показывая, что они подвергнутся величайшим бедствиям, если не покаются. Убеждает перестать хвалиться своими предками и приять грядущего. В это время явление Христово было еще прикровенно, и многие по причине бывшего в Веслиеме избиения почитали его умершим. Правда, он, будучи еще двенадцати лет, обнаружил себя, но в скором времени опять сделался неизвестным. Вот почему его явление в самом начале долженствовало быть особенно знаменитым и высоким. Потому-то Иоанн в первый раз громогласно и проповедует народу иудейскому то, чего они не слыхали ни от пророков и ни от кого другого. Иоанн напоминает им о небесах и о небесном царстве и не говорит уже ни о чем земном. По царствам же разумел он пришествие Христово, как первое, так и последнее. Но для чего скажет и говорил он это иудеям, когда они не понимали слов его? Я для того говорю это, скажет он, чтобы они, будучи возбуждены таинственностью слов, стали искать проповедуемого. И действительно, Иоанн так воодушевил благими надеждами, приходивших к нему, что даже многие мытари и воины спрашивали, что им делать и как устроить жизнь свою. А это было признаком, что они, оставивши житейские дела свои, начали обращать взор свой на другое, важнейшее, и как бы во сне представлять будущее. Все, что они видели и слышали, порождало в них высокие мысли. В самом деле, представь, как было в виде человека, исходящего из пустыни, по прошествии 30 лет, сына одного из первосвященников, того, который никогда не имел нужды в вещах человеческих, во всех отношениях достоин был уважения, и сверх того, имел за собой пророка Исаию, поскольку этот последний возглашал о нем, говоря, вот тот, о котором я предвещал, что он придет вопиять в пустыне, и обо всем могла проповедовать. И действительно, пророки так были заботливы в настоящем случае, что задолго предвозвестили не только о владыке своем, но и о том, кто будет слугой его. И предвозвестили не только о лице его, но предсказали и место, где он будет проповедовать, и образ проповеди, который он употребит для научения, и то, какие добрые последствия произойдут от его проповеди. Смотри, как оба они, то есть пророк и креститель, соглашаются в одной мысли, хотя они одними словами выражают ее. Исаия говорит, что такова будет проповедь Иоанна, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези его. Сам же креститель по прошествии своем, по пришествии, говорил, сотворите плоды достойной покаяния. Это означает то же самое, что и слова, приготовьте путь Господу. Видишь ли, что и слова, изреченные пророком и проповедь самого Иоанна, означали только то, что он пришел предуготовить и предустроить путь ко Христу. Пришел не для того, чтобы подавать дар, то есть отпущение грехов, но чтобы приуготовить души тех, которые имели принять Бога всяческих. Лука же еще нечто прибавляет. Он приводит не начало только пророчества, но предлагает его полностью. Всякие долда наполнится, всякая гора и холм да понизится. И узрит всякая плоть спасения Божия. Исаия 44. Видишь ли, как говорит. Пророк давно все предсказал. Истечение народа и перемену вещей к лучшему, и успех проповеди, и причину всех этих событий. Хотя это все выражено иносказательно. Так как это были слова пророческие. Когда пророк говорит, что всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится, и будут все острые в пути гладкие, то он означает этим, что и смиренные вознесутся, и гордые смирятся, и трудность закона переменится в легкость веры. Не будет уже более трудов и пота, говорит он, но настанет благодать и прощение грехов, облегчающие путь спасения. Потом указывает и причину этого, говоря, и узрит всякая плоть спасения Божия. То есть не одни уже только иудеи, и принявшие их веру, но вся земля и море, и все естество человеческое. Через стропотное он означил всякую развращенную жизнь, разумел мытарей, любодеев, разбойников, волхвов и вообще всех тех, которые прежде жили развращенно, а после вступили на правый путь. О чем говорил и сам Христос. Мытари и прелюбодеи, вперед вас идут в Царствие Божие. Так как они уверовали. То же самое выразил пророк еще и другими словами. Тогда волки и агнцы будут спастись вместе. Как там под образом холмов и дебрей указывает на соединение различных нравов в один согласный образ мысли, так и здесь в свойствах различных животных, изображая различные нравы людей, говорит, что и они также соединятся и будут между собой согласны в благочестии. И здесь опять представляет тому причину. И будет, говорит, что восстанет владеть народами, и на него язычники будут уповать. Эту же причину и там привел он, сказав, и узрит всякая плоть спасения Божия. В обоих случаях он указывает на то, что сила и познание Евангелия разольются во все концы земли. И род человеческий от зверских нравов и от грубого образа мыслей перейдет к ротости и мягкости. Матфея 3.4 Сам же Иоанн имел одежду из верблюжья волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Видишь ли, как иное предвозвестили пророки, а иное предоставили евангелистам? Почему Матфей пророчество приводит, от себя присоединяет, не почитая излишним сказать и об одежде праведника? В самом деле, странно и удивительно было видеть в человеческом теле такое терпение. Это особенно и привлекало иудеев. Они видели в нем великого Илью, зрелище которого они были свидетелями, напоминало им об этом святом мужа и даже еще более изумляло их. Действительно, тот питался и в городах, и в домах, а этот от самой колыбели постоянно жил в пустыне. При тече того, кто имел упразднить все древнее, как-то труд, проклятие, печаль и пот, надежало и самому иметь некоторые знаки такого дара и быть выше древнего осуждения. Таков он и был. Ни земли он не обрабатывал, ни бороз не растекал, ни хлеба не ел в поте лица. Но стол имел готовую одежду, находил легче стола, а о жилище еще менее заботился, нежели об одежде. Он не имел нужды ни в доме, ни в постели, ни в столе, ни в чем другом подобном, но, нося в плоть, вел какую-то ангельскую жизнь. Для того-то он наносил в лосяную одежду, чтобы и самой одеждой научить нас удаляться от человеческого и не иметь ничего общего с землею, но возвращаться к прежнему благородству, в каком был некогда Адам, прежде, нежели возымел нужду в платье и одежде. Таким образом, самая одежда Иоанна служила знаком и царского достоинства, и покаяния. Не спрашивай меня, откуда он, живя в пустыне, мог достать в лосинице и пояс. Если ты будешь спрашивать об этом, то найдешь множество и других вопросов. Например, как он во время зимы и во время зноя солнечного жил в пустыне, особенно же в незрелом возрасте, с слабым еще, неукрепившимся телом? Каким образом детское его тело могло перенести такие перемены погоды при таком необыкновенном столе и прочих невыгодных пустынной жизней? Где ныне те греческие философы, которые суетно ревновали циническому бесстыдству? Какая была польза запираться в бочки и потом предаваться такой гнусности? Где эти философы, которые, пренебрегая всеми приличиями, имели между тем множество колес, чаш, слуг и сужанок и окружали себя прочей пышностью, выдаваясь таким образом в две крайности? Но не таков был Иоанн. Он обитал в пустыне, как на небе, строго исполняя все правила философии. И оттуда, подобно ангелу с неба, нисходил в ограды, подвижник благочестия, увенчанный всей вселенной, и философ философии, достойный неба. Притом он был таковым тогда, когда еще не был разрешен грех, не прекратился еще закон, не была еще связана смерть, не были еще сокрушены медные врата, но когда еще имел силу Ветхий Завет. Такова-то мужественная и крепкая душа. Она всюду проходит и побеждает все преграды. Таков был и Павел в Новом Завете. Но для чего, скажешь ты, Иоанн вместе с одеждой носил и пояс? Таков был обычай древних, прежде чем вошла в употребление одежда мягкая и раздувающаяся. Так опоясался Петр, равно как и Павел. Мужа, говорит, чей этот пояс? Деяние 21.11. Так же одет был Илья, так же одевался и каждый из святых, потому что они непрестанно были в деле, или путешествовали, или чем-нибудь другим нужным занимались и трудились. Впрочем, не по одной только этой причине они одевались таким образом, но еще и потому, что пренебрегались всякими украшениями, и любили жизнь строгую и суровую. А это и Христос поставляет величайшую похвалу добродетели. Что ходили, говорит он, видеть, смотреть, человек ли одевающийся в мягкие одежды? Вот, одевающиеся в мягкие одежды находятся в царских чертогах. Если же Иоанн, этот столь чистый муж, светлейший небо и высший всех пророков, более которого никого не было и который имел такое дерзновение, если он вел такую суровую жизнь, совершенно пренебрегая всеми излишними удовольствиями, то какое же оправдание будем иметь мы, которые после явленных нам великих благодеяний и при бесчисленных грехах нас обременяющих не оказываем даже и малейшей части его покаяния, но упиваемся, присыщаемся, намощаемся благовониями, живем ничем не лучше театральных блудниц, всячески нежимся и таким образом делаем себя легкой добычей дьявола. Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся крестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Видишь ли, как сильно подействовало явление пророка, как заставило весь народ встрепенуться, как привело его в чувство грехов своих. Подлинно чудное было для Иудеев зрелище, когда они видели, что Иоанн в человеческом образе проявляет такие дела, говорит с таким дерзновением, восстает на всех, как на детей, блестает особенной благодатью в лице своем. Удивление их увеличилось еще более от того, что явление пророка последовало спустя долгое время, ведь благодать пророческая скудела у них и возвратилась к ним спустя долгое время. Да и самый образ проповеди был какой-то странный и особенный. В самом деле, они не слыхали от Иоанна ничего обыкновенного. Ни о земных войнах, битвах и победах, ни о бедствиях, голода и мора, ни о виволонянах, ни персах, ни о взятии города, ни о другом чем-либо обыкновенном, но о небесах, небесном царстве и о мучении Ильгиени. Вот почему Иудеи, несмотря на то, что незадолго перед тем временем сообщники и возмутители Иуды и Фиевды все были побиты в пустыне Орданской, немало не страшились идти туда. Иоанн призывал их не с тем же намерением, как эти возмутители, то есть чтобы склонить их к восстановлению царства, восстанию и нововведениям, но чтобы руководствовать к небесному царству. Потому он и не удерживал их в пустыне, чтобы вести за собой, но отпускал, преподав крещение и правило строгой жизни. Он всеми мерами старался внушить им, презирать все земное и возноситься и устремляться постоянно к будущему. Будем им и подражать Иоанну, и оставив сластолюбие и пьянство, начнем жизнь воздержанную. Теперь время покаяния как для некрещенных, так и для крестившихся, чтобы одни покаявшие сделались причастниками святого таинства, а другие, омывши скверны, приобретенные после крещения, с чистой совестью приступили к трапезе. Оставим же эту сластолюбивую и развращенную жизнь. Нельзя ведь, никак нельзя, в одно и то же время и каяться и предаваться сластолюбию. И в этом пусть уверит вас одежда, пища и жилище Иоаннова. Что ж, скажете, прикажешь и нам вести такую суровую жизнь? Не приказываю, но советую и прошу. Если же для вас это невозможно, то хоть оставаясь в городах, будем совершать покаяние. Суд уже у дверей. Да если бы он и не был так близок, все-таки нам не должно быть беспечными, потому что конец жизни каждого имеет такую же силу для отзываемого в будущую жизнь, как и кончина мира. А что суд уже у дверей? Послушай, как говорит о нем Павел. Ночь прошла, день приблизился. И в другом месте придет грядущий и неумедлит. Да и самые признаки, возвещающий день суда, уже открылись, потому что сказанной будет проповедана сие Евангелие, царствие во всем мире, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. 107. Заметьте особенно эти слова. Не сказал Спаситель, когда уверуют все люди, но когда будет всем проповедано, потому-то он и прибавил во свидетельство народам, давая через то, значит, что он не будет отлагать пришествие своего дотоле, пока все уверуют. Во свидетельство здесь значит в обвинении, в обличении, в осуждении неверовших. А мы, слыша и видя это, спим и видим грезы, как бы погруженные в самый глубокий полночный сон. И действительно, происходящее теперь наяву, радостное ли то, или прискорбное, ничем не лучше грез. Потому и умоляю вас, наконец, пробудиться и воззреть к солнцу правды. Сонный не может видеть солнце и усладить взор свой и свой красотой лучей его. Если же что и видеть, то все как бы во сне. Итак, нам нужны теперь глубокое раскаяние и обильные слезы, как потому что мы грешим и остаемся бесчувственными, так и потому что грехи наши велики и превышают прощение. А что я не лгу, в том свидетелями большая часть слушателей. Впрочем, хотя грехи и превышают прощение, обратимся все же к покаянию, и мы удостоимся венцов. Покаянием же я называю не то, чтобы только отстать от прежних худых дел, но и то, чтобы показать большие добрые дела, сотворить и сказано плоды достойные покаяния. Как же нам сотворить их? Поступая напротив. Например, ты похищал чужое. Вперед, давай и свое. Долгое время любодействовал, теперь воздерживайся от своей жены в известные дни. Привыкай к воздержанию. Оскорблял и даже бил, кого не встречал. Вперед, благословляй обижающих тебя и благодетельствуй бьющим. Для исцеления нашего недостаточно только вынуть стрелу, но еще нужно приложить к ране лекарство. Ты предавался прежде свастолюбию и пьянству. Теперь пастись и пей воду. Старайся истребить зло, происшедшее от прежней жизни. Ты смотрел прежде сладострастными очами на чужую красоту. Вперед, для большей безопасности, совсем не смотри на женщин. Уклонись от зла и сотвори благо. И еще удержи язык своя зла и уста свои от коварных слов. А я требую, чтобы ты еще и говорил доброе. Зыщи мира и пожнешь его. Не только с людьми, но и с Богом. Прекрасно сказано пожни подлинно. Мир отринуть и изгнан. И оставив землю, отошел на небо. Но мы можем возвратить его опять, если только оставим гордость, наглость и все, что препятствует ему. Захочем вести жизнь скромную и кротскую. В самом деле. Нет ничего хуже наглой надменности. Она-то и делает нас и напыщенными, и в то же время раболепными, а потому в первом случае смешными, во втором отвратительными. И таким образом производит за раз два противоположных порока. Гордость и подлое ласкательство. Если же мы искореним эту ненасытную страсть, то будем истинно смиренными и высокими в вестякой для себя опасности. От излишеств ведь и в телах наших происходит порча соков. И когда составные части нашего тела по чрезмерности выходят из своих границ, то рождаются бесчисленные болезни и страшные случаи смерти. То же самое бывает и с душой. 108. Итак, отсечем всякую безмерность и принявши спасительное врачевство умеренности, будем жить добропорядочно как следует и станем усердно прилежать к молитве. Если не получим просимого, будем молиться, чтобы получить. Если же получим, не перестанем молиться и по получению просимого. Бог не для чего-нибудь иного откладывает исполнение наших прошений, но для того, чтобы замедлением возбуждать к неусыпным молитвам. Для того-то он и отлагает исполнение наших прошений и часто попускает нам впадать в искушение, чтобы мы непрестанно к нему прибегали и не оставляли его. Так поступают и любящие отцы и чадолюбивые матери, видя, что дети перестают ласкаться к ним и оставляют их. Чтобы играть с своими сверстниками, они часто приказывают слугам своим пугать их, чтобы страхом принудить их бежать к материнским объятиям. Так и Бог часто угрожает нам не потому, что он готов был исполнить над нами свои угрозы, но для того, чтобы привлечь к себе. Оттого-то, когда мы к нему обращаемся, он точно перестает быть грозным. Если бы мы были одинаковы как в благополучии, так и в искушениях, то не было бы и нужды в искушениях. И что нам говорить о себе? И сами святые мужи часто вразумляемы были искушениями. Потому-то и говорит пророк, благо мне, что я пострадал. И сам Христос говорит апостолу, в мире будете иметь скорбь. То же самое разумеет и Павел, когда говорит, что и дан мне пакостник вплоть, ангел сатаны удручать меня. Вот почему, хотя и просил он избавиться от этого искушения, он не получил просимого, потому что ему от него была большая польза. Если пройдем всю жизнь Давида, то найдем, что и он был светлее во время бедствий. И не только он, но и все другие ему подобные. Так Иов наиболее сиял во время бедствий. Тогда же наиболее прославился Иосиф. Так же Иаков и отец его, и отец отца его, и все, которые когда-либо сияли и получили блистательнейшие венцы, увенчались и прославились от скорбей и искушений. Зная все это, не будем по словам мудрого скорые во время наведения Иаков 2.2 и научимся тому единственное, чтобы мужественно все переносить. И что бы ни случилось с нами, ни о чем не любопытствовать и не беспокоить. Знать, когда должны кончиться наши скорби, принадлежит Богу, который их попускает. А переносить эти скорби со всей благодарностью есть дело уже нашей благопризнательности. Если будет так, то все будет у нас хорошо. А чтобы это действительно было, чтобы нам быть славнее здесь на земле и блистательнее на небесах, будем принимать все постигающее нас с благодарностью к тому, кто лучше нашего знает, что нам полезно, и кто любит нас сильнее самих родителей. Эти две мысли припоминают себе при каждом постигающем нас бедствии, будем укращать скорбь свою и прославлять Бога, который во всех случаях все творит и устрояет в нашу пользу. Таким образом, мы легко отразим все наветы и получим нетленные венцы благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, в котором Отцу и Святому Духу слава, держава, честь, ныне и присну, и во веки веков они Иисуса Христа,